Потому что разворовывают богатство Казахстана. Они уходят не на роду Казахстана. У меня не обогащались бы различные олигархи типа Утимаратова. Я поддерживаю слова Назарбаева о том, он на встрече с Бабановым говорит, хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане. Но у нас самый старший кандидат в президенты на сегодня, на 20 лет моложе Назарбаева. Весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней страны, всему югу Кыргызстана отключили газ. И я помню, как кричали тут наши политиканы, как кричали в парламенте, что президент Кыргызстан Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору. Там он председатель Сената или премьер-министр, кто бы он ни был, они денщики у своего начальника. Если он им скажет, вот как Швей говорит, сожрать ложку кала, я уверен, сожру. Уверен. Без камеры, но сожру. Уважаемого Имамалиша Рапуста Рахмона, его рядом есть люди, которые очень давно работают и совсем, по-моему, в других временах живут. Они его убедили, что вот половину мы подпишем в соответствии с этими законами, а вторую половину по другим. Ну, слушай, ну, это считай, что ты костюм. Один рукав с одного материала, другой с другого. Это несерьезно. Там начали влазить 26-й, 25-й год. Я посоветовал бы зайдить тогда в 24-й год или 23-й, когда вообще даже тадыкистяна не было. Нельзя так. Если Чавушуглу такой умный, то в первую очередь ему надо было сказать о том, что происходит в Турции своим руководителям. Сказал бы уважаемому Эрдогану, что вот такое происходит. Не видит того, что у него перед носом и указывает нам. Конечно, если бы избрали бы проамериканского кандидата, сегодня бы разливались соловьями Макфолы и другие. Точно так, как в США. Если бы избрали Клинтона, то Хиллари. Кричали бы образец демократии. Избрали Трампа, пинают. На самом деле никакой демократии, честности и свободной прессы давно нет в самом США. Продолжение следует...